Прямо сейчас включается. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что мы немножко отдохнули от рабочего темпа. И сейчас опять придется, наверное, включаться в работу. Тем более, легко нам никто не обещал. И мы, с вашего позволения, переходим к следующему пункту повестки 8-го Всероссийского съезда адвокатов. Следующий пункт гласит об избрании членов комиссии ФИПА по этике и стандартам от адвокатов. Я сейчас точно не могу воспроизвести фамилии и имена тех коллег, которых государство уполномочило в этой комиссии принимать участие. Если я не ошибусь, меня, наверное, поправят. Министерство юстиции делегировало начальника управления правовой помощи Александру Викторовну Дронову и ее заместителя Ингу Александровну Залуцкую. От Государственной Думы уже обозначены два депутата Государственной Думы. Фамилия одного из них, я помню хорошо, это господин Писемский с Дальнего Востока родом. И второй, по-моему, фамилия Громов. Но могу ошибиться. Но это сейчас не принципиально. Нам все равно за них не голосовать. И Совет Федерации тоже направил двоих своих представителей. Уже их имена известны. Поэтому теперь наша очередь сформировать адвокатскую часть комиссии по этике и стандартам. Тем более, что я надеюсь и уверен, перед этой комиссией предстоят большие серьезные задачи. И этот орган, в общем-то, будет вовлечен самым серьезным образом в активную деятельность, связанную с регулированием адвокатской профессиональной деятельности. Я вчера имена кандидатов озвучил на Совете Федеральной Палаты Адвокатов. Но согласно закону, не Совет выдвигает этих уважаемых коллег, а президент Федеральной Палаты Адвокатов. Поэтому вчера мы не голосовали по этому списку. Я сейчас обозначу этих людей. И мы с вами примем соответствующее решение. Первый. Девять человек должны мы делегировать в этот состав, имея в виду, что президент Федеральной Палаты Адвокатов входит в эту комиссию по должности, согласно действующему законодательству. Первый кандидат – это Баулин Олег Владимирович, президент Воронежской областной палаты адвокатов. Бутовченко Татьяна Дмитриевна, президент Самарской областной палаты адвокатов. Иванов Сергей Степанович, президент Вологодской областной палаты адвокатов. Кипнис Николай Матвеевич, вице-президент адвокатской палаты города Москвы. Лактионов Денис Олегович, вице-президент Ленинградской областной палаты адвокатов. Мальфанов Сергей Николаевич, президент Орловской областной палаты адвокатов. Никифоров Александр Владимирович, член Совета Московской областной палаты адвокатов. Орлов Александр Александрович, член Совета Московской областной палаты адвокатов. и Гагарин Константин Николаевич. Вот 9 кандидатов, которых я попросил бы, уважаемый съезд, одобрить. Какие будут соображения? Тогда, с вашего позволения, я попрошу проголосовать за указанный состав коллег. Кто за, прошу поднять мандаты. Спасибо. Кто против, воздержался, таковых нет. Теперь следующий вопрос. Избрание членов ревизионной комиссии. Вчера Совет Федеральной Палаты Адвокатов поддержал мое предложение по 7 кандидатам. Я с удовольствием оглашу их имена. Это Руденко Ольга Борисовна, президент Ставропольской Краевой Палаты Адвокатов. Свинцова Надежда Николаевна, президент Тамбовской областной палаты адвокатов. Умнов Александр Викторович, президент Курганской областной палаты адвокатов. Залманов Валерий Яковлевич, Герасимов Алексей Анатольевич. Полетила Ольга Олеговна и Жерновой Анатолий Владимирович. Семь человек. Других не будет предложения? Тогда, уважаемые коллеги, прошу голосовать, кто за то, чтобы поддержать указанных коллег в состав ревизионной комиссии Федеральной Палаты Адвокатов. Спасибо. Кто против, таковых нет. Кто воздержался, таковых тоже нет. Следующий момент, связанный с определением размера отчисления адвокатов. А где ротация совета? Это в конце? Так, у нас еще ревизионная комиссия не отчиталась. А, вон в чем дело. Понятно. Хорошо, как скажете. Я готов подчиниться сценарию. Тогда, с вашего позволения, покидаю место. Пожалуйста, Андрей Викторович, вам место. Для отчета ревизионной комиссии о результатах финансо-хозяйственной ревизии финансо-хозяйственной деятельности ФПРФ за период между съездами слово представляется председателю ревизионной комиссии Валентины Николаевны. Уважаемые коллеги, добрый день. Хочу пользоваться случаем, поздравить всех нас с этим знаменательным событием, с очередным Всероссийским съездом адвокатов. Именно съезды делают историю в адвокатуре. Приятно на них присутствовать. Что касается отчета ревизионной комиссии, моя задача сегодня, я думаю, очень упростилась, потому что отчет Федерального совета был очень наглядный, убедительный. Большое место в этом отчете было посвящено отчету об исполнении сметы. То есть попунктно, посметно вам были доложены все цифры. Ревизионная комиссия в соответствии с Федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федеральной палаты за два года с 1 января 2015 по 31 декабря 2016 года. С ревизионной комиссией эти два года работали Ваша покорная слуга Малиновская Валентина Николаевна, адвокатская палата Астраханской области, Булгакова Наталья Михайловна, адвокатская палата Ленинградской области, Вечерская Светлана Николаевна, адвокатская палата Республики Карелия, Герасимов Анатолий Иванович, адвокатская палата Псковской области, Иванов Сергей Степанович, адвокатская палата Вологды, Залманов Валерий Яковлевич, адвокатская палата Москвы, Умнов Александр Викторович, Курган. Комиссия в полном составе, стопроцентный форум, присутствие президента Федеральной палаты Юрий Сергеевич Пилипенко, главного бухгалтера Аллы Александровны Чубаровой, провела ревизию хозяйственно-финансовой деятельности, ставила перед собой следующие цели. Проверка полноты и правильности отражения денежных средств, поступающих из адвокатских палат субъектов, на общие нужды Федеральной палаты, а также соответствие использования этих средств целевому назначению. Проверка соответствия бухгалтерского учета в Федеральной палате действующему законодательству России, выявление наличия и отсутствие искажений в бухгалтерском учете и недостачи денежных средств, анализ хода исполнения сметы Федеральной палаты, утвержденный 7-м Всероссийским съездом адвокатов. Проверки нам были представлены, выписки банка, платежные поручения, кассовая книга, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость по счету 71, расчеты с подотчетными лицами, авансовые отчеты, ведомость учета основных средств, расчетно-платежные ведомости на отчисление и выплаты заработной платы, бухгалтерская отчетность и налоговая отчетность, учетная политика. По мнению, по выводам ревизионной комиссии, бухгалтерский учет в Федеральной палате все эти два года ввелся в соответствии с требованиями федерального закона о бухгалтерском учете номер 402 ФЗ, положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации утвержденным приказом Минфина 29 июля 1998 года в редакции 24 декабря 2010 года и осуществляется с использованием компьютерной программы 1С предприятия 7.7. Организация ведения бухгалтерского учета в палате производится в соответствии с положениями учетной политики. В ходе ревизии выявлено следующее. Бухгалтерская налоговая отчетность достоверно во всех существенных отношениях отражает финансовое положение палаты по состоянию на 31 декабря 2016 года и результаты ее деятельности за двухлетний период с 1 января 2015 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской налоговой отчетности. Все хозяйственные операции, производимые палатой, оформляются соответствующими документами, которые служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. В результате проверки кассовых документов искажений и недостачи денежных средств не обнаружено. Доходы Федеральной палаты формировались эти два года за счет обязательных отчислений адвокатских палат-субъектов на общие нужды Федеральной палаты и на проведение мероприятий. Как докладывал Андрей Владимирович Сучков, за два года всего Федеральная палата поступила, буду говорить, в тысячах рублей, 330 тысяч, 514 тысяч рублей, из них 660 поступлений от адвокатских палат на проведение мероприятий к 150-летию адвокатуры присяжных поверенных. Общий размер поступления обязательных отчислений адвокатских палат за эти два года превысил на 11 614 тысяч рублей, больше запланированного по смете. Увеличение поступления обусловлено фактическим увеличением числа адвокатов от запланированного. Среди сумм, которые я называла, присутствуют 10 747 тысяч рублей, которые приняты в качестве зачета. Зачет производился адвокатским палатам Хабаровского края на проезд к месту проведения совета члена совета, адвокатской палатой Республики Карелия на проезд к члену ревизионной комиссии, адвокатской палаты Пермской области на издании книги «Адвокатура». Позвольте, сумму не буду называть. Адвокатская палата Воронежской области чемпионат по шахматам, палата Санкт-Петербурга, финансирование института адвокатуры, палате Республики Татарстан, всероссийский чемпионат по мини-футболу, палате Нижегородской области на проведение чемпионата России по шахматам среди адвокатов, и палате Хантамансийского округа на проведение международной научно-практической конференции, посвященной памяти Ковалева, Ковалевские чтения. Кроме того, был произведен зачет практически каждой палате, от которой приняли участие молодые адвокаты в работе Конгресса молодых адвокатов в городе Ялте. Этот зачет был произведен в общей сумме больше чем 2 миллиона рублей. Поступления все отражались на балансовом счете 76.86 и в аналитических таблицах по округам и палатам. Подавляющее большинство адвокатских палат, субъектов добросовестно выполняют свои обязанности по отчислениям на общие нужды ФПА по состоянию на конец 2016 года была обнаружена фактическая задолженность сроком свыше двух месяцев на сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей у четырех адвокатских палат. Позвольте, я их оглашу так же, потому что ревизионной комиссии было установлено, что практически в течение года эти адвокатские палаты тоже не соблюдали периодичность платежей, а именно ежемесячных отчислений. Они накапливали задолженность, потом ее как-то погашали, и вот они оказались в числе задолженников на конец 2016 года. Все за три месяца. Адвокатская палата Удмуртской республики, Адвокатская палата Мурманской области, Адвокатская палата Республики Бурятия и Адвокатская палата Республики Тыва. Это просила бы обратить внимание своих коллег на то, что Адвокатская палата, Федеральная палата адвокатов существует на наши с вами отчисления 200 рублей ежемесячно. Эти отчисления нужно, конечно, своевременно перечислять. Как Евгений Васильевич обращался к съезду, говорил, что мы некий такой паровоз, в который надо постоянно что-то подбрасывать, чтобы он двигался вперед. То есть нужны средства постоянно на выполнение уставных задет дач Федеральной палаты адвокатов. Ревизионной комиссии установлено, что все расходы имеют обоснованный характер и они документально подтверждены. Сумма расхода 330 тысяч 240 тысяч рублей и большая их часть это по разделу сметы расходы по организации адвокатуры и содействию профессиональной деятельности. Это 166 тысяч 099 тысяч рублей. Как Андрей Владимирович обращал внимание, есть превышение расходований средств, но за счет того, что средств поступило больше, и они расходовались именно на общие нужды адвокатов России. Полученные средства были использованы вот как раз на проведение тех же зачетов, которые в сумму более 10 миллионов рублей и вылились. Комиссия отмечает увеличение расходований средств по статье по изготовлению продукции с символикой палаты. Андрей Владимирович объяснял увеличение расходования средств по поддержанию профессионального обучения и финансированию института в Санкт-Петербурге, а также стартовал новый проект, вы знаете, это проведение вебинаров. Кроме того, незначительное увеличение по статье программное обеспечение, поскольку в 2015 году были проведены работы по модернизации и редизайну сайта ФПА, также незначительно увеличены расходы по канцелярские, оргтехники, полиграфические, хозяйственные, почтовые, телеграфные и подписка на периодические издания. Увеличение расходований по статье содержания сотрудников палаты обусловлено тем, что в 2016 году при увольнении сотрудников выплачивалось существенные компенсации за неиспользованный отпуск, а также произошло увеличение числа сотрудников. По разделу 9 прочие непредвиденные расходы отражены расходы, произведенные, но не запланированные в начале, а именно на приобретение основных средств. Мебель в зал заседания Совета ФПА в 2015 году в кабинеты вице-президента покупалась оргтехника и дополнительный сервер для обслуживания электронной почты ФПА. Комиссия отвечает, что все расходы соответствуют целевым статьям сметы, которая утверждена Всероссийским съездом предшествующим, нарушений каких-либо нет, и увеличение расхода по статьям, которые обозначены и в отчете Совета, и в акте ревизионной комиссии, произведено в соответствии, мы считаем, с утвержденной Седьмым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 года сметы. И самое главное, хочу добавить, во благо адвокатуре, потому что вы сами видели наглядно те итоги, которые случились у нас за два года. Хочется надеяться на то, что дальше будет еще больше гордости за то, что мы принадлежим к нашей профессии, и что она становится такой заметной. Спасибо, Валентина Николаевна. Уважаемые представители палат, в секретариат не поступило никаких заявлений в обсуждении, никаких вопросов, поэтому я ставлю вопрос на голосование. Кто за утверждение отчета ревизионной комиссии за период хозяйственной деятельности между съездами? Кто за? Прошу голосовать. Я вижу подавляющее большинство. Прошу опустить. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Воздержался нет. Принято единогласно. Следующий вопрос. Давайте на два микрофона разделим между собой. Важаемые коллеги, вне повестки дня, но не очень длинное, но зато очень приятное мероприятие. Это заранее подготовленный сюрприз, так это называется. Ивенский, начинайте. Я начинаю, потому что все-таки мне раньше посчастливилось стать вначале просто собеседником, потом, так скажем, я претендовал, претендовал, но в следующий стать вот приятелем. А сегодня я могу сказать, стать другом. И этот замечательный человек, которого я сегодня могу без всяких, так скажем, вот и кивоков и реверансов, а на полном серьезе и с большой гордостью для себя называть своим другом, это Михаил Семенович Полеев. Вот мы ждали сегодняшнего сезда, сегодняшнего мероприятия, потому что 3 марта этому нашему замечательному другу российских адвокатов исполнилось 60 лет. Михаил Семенович, мы чрезвычайно вам благодарны за то внимание, которое вы оказываете российской адвокатуре. Конечно, вы не всегда добры к нам, как, может быть, нам хотелось, но мы за это вас и уважаем, за то, что вы не только слышите наши желания и наши пожелания, но и отстаиваете интересы государства в том случае, когда интересы государства действительно имеют определяющее значение. Поэтому взаимодействие с вами, работа с вами приносит, и мне уже сейчас, искреннее удовольствие, о чем я с большим счастьем говорю с этой трибуны. Поэтому спасибо вам большое от имени российского адвокатского сообщества. Доброго здоровья! Так держать, вы так же выглядите прекрасно. Ну и даст Бог, что мы еще не один раз скажем в ваш адрес добрые слова. Потому что Михаил Семенович имеет такое замечательное качество предостерегать еще и от ошибок. Вот будучи нашим, может быть, самым замечательным другом, он одновременно никогда не пропускает никаких наших ошибок, если мы вдруг так немножко слишком, что называется, заносимся или отрываемся от почвы. И мне кажется, это дорогого стоит. И в этой связи, но не только поэтому, мы хотели бы от имени Совета Федеральной Палаты Адвокатов вручить вам медаль первой степени за заслуги в защите прав и свобод граждан. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас, кстати, есть еще награды так сказать, подальше. И я надеюсь, что вот у тебя будет шанс весь наш наградный ряд выбрать в перспективе, так сказать. Пару слов. Коллеги, это действительно был, хотя и запланирован, но для меня совершенно неожиданный сюрприз. Я горд и очень рад этой награде, этим добрым словам, которые здесь были сказаны. Как вот жаль, что моего сына здесь нет, чтобы он послушал, что его отцы говорят его коллеги. Вот в каком-нибудь бы виде до него донести, а то он все считает, что вот я как госслужащий, делаю какое-то там дело, но оно такое, а вот он, выигрываясь там на полмиллиарда рублей, вот это совсем другое дело. А мне вот теперь есть, что ему предъявить. А если серьезно, еще раз спасибо, спасибо огромное, Юрий Сергеевич, Евгений Васильевич. Коллеги, следующий вопрос. Повестки, утверждение решения Совета ФПА о ротации Совета. Не без сожаления, должен сказать, что каждый съезд, эта процедура имеет место быть. Ну, кому рассказывать, мне, что это действительно такая процедура, которая вызывает некоторое напряжение, потому что ни с кем расставаться не хочется, на самом деле. Это правда. И я вчера благодарил Совет, и сегодня хотел бы, может быть, немножко повториться, очень коротко. Я благодарен Совету ФПА, который до настоящего момента еще действует в том составе, за поддержку, за понимание, за терпение. И если бы не ваша поддержка и понимание, то, наверное, многое из того, что мне хотелось бы предложить адвокатскому сообществу, вашему вниманию, не было бы реализовано, поэтому большое вам человеческое спасибо. Но, тем не менее, процедура, она процедура, и нужно ее исполнить. Я предложил Совету, и Совет уже утвердил следующих коллег на выбытии из членов Совета Федеральной Палаты адвокатов. Это Буробин Виктор Николаевич, Пепеляев Сергей Геннадьевич, Мальфанов Сергей Александрович, Свинцова Надежда Николаевна, Денисова Анна Николаевна, Ситников Александр Николаевич, Руденко Ольга Борисовна, Политила Ольга Олеговна, Севастьянов Александр Ефимович и Дулимов Алексей Григорьевич. Я хотел бы поставить этот список на голосование и прошу тех, кто готов подтвердить это решение Совета, проголосовать. Кто за утверждение Совета, прошу голосовать. Кто за? Подавляющее большинство. Прошу опустить. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Один человек. Принято большинством голосов. Спасибо. Следующий вопрос о формировании, занятии, замещении вакантных должностей членов Совета Федеральной Палаты адвокатов. Я предложил Совету, и Совет меня поддержал. Оглашаю этот список. Бейбутов Акиф Играмович, Белянин Максим Владимирович, Жуков Андрей Владимирович, Иванян Виктор Христофорович, Кубанов Руслан Борисович, Малиновская Валентина Николаевна, Магоня Дмитрий Викторович, Аникиенко Ирина Альбертовна, Поляков Игорь Алексеевич и Созварьев Алексей Станиславович. Коллеги, ставлю на голосование это решение Совета, вчерашнее решение Совета. Кто за? Прошу голосовать. Также подавляющее большинство. Прошу опустить. Прошу опустить. Кто против? Против? Нет. Кто воздержался? Принято единогласно. Спасибо. И сейчас еще один очень важный момент, и он очень важный момент. Одна из наших коллег, член Совета Федеральной Палаты адвокатов, адвокатов Павлова Марина Аскольдовна, покинула этот мир в марте месяце. Я попросил бы членов съезда встать и почтить ее память минуты молчания. Спасибо. И в этой связи Совет Федеральной Палаты адвокатов применил следующую процедуру, и мы просим съезд поддержать. Это наше решение Совета Федеральной Палаты адвокатов одним и тем же решением прекратить статус Марины Аскольдовны Павловой по понятным, известным причинам и заполнить эту вакансию другим нашим замечательным членам адвокатского сообщества. Это Копырина Марина Николаевна. Я думаю, что имеет смысл проголосовать эти два вопроса одновременно. Коллеги, кто за утверждение решения Совета о досрочном прекращении полномочий членов Совета и кандидатуре для замещения вакантных должностей, те, которые были озвучены? Кто за, прошу голосовать. Также подавляющее большинство. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Принято единогласно. И тогда следующий вопрос. Давайте мы как-то вдвоем, я пока еще стою здесь, вы как будете идти, обозначу его определение размера отчисления адвокатских палат субъекта Российской Федерации на общие нужды Федеральной Палаты Адвокатов. Уважаемые коллеги, как мы с вами это и обсуждали, как мы с вами об этом и договаривались, мы не будем каждый съезд по возможности повышать взносы адвокатов на содержание Федеральной Палаты Адвокатов. Несмотря на то, что те финансово емкие, но заметные, очень, по-моему, нужные мероприятия, о которых мы отчитались, имели место быть, и мы собираемся в следующий отчетный период тоже сделать много чего интересного и полезного для российских адвокатов, считаем возможным не поднимать, не ставить вопрос об изменении ставок отчисления в этом году и оставить прежний размер 200 рублей с одного адвоката. Нет других точек зрения Совет вчера поддержал эту позицию. Тогда прошу голосовать, кто за то, чтобы оставить этот размер отчисления, прошу поднять бюллетени. Спасибо. Кто воздержался? Против? Против или воздержался? Таких нет. Андрей Меевич, уступаю вам трибуну. Пожалуйста. Тем не менее, по вопросу о размере отчислений, я бы хотел избежать тех моментов, которые у нас были несколько раз на съезде. Я не исключаю, что, возможно, следующий съезд, девятый, рассмотрит этот вопрос о повышении отчислений. Я предложил бы, чтобы не было тех эксцессов, которые случались у нас ранее. В региональных палатах при формировании бюджета включать формулировку, что в случае принятия Всероссийским съездом адвокатов решение об увеличении размера ежемесячных отчислений на общие нужды Федеральной палаты, размер ежемесячных отчислений адвоката в регионе повышается на эту сумму с момента принятия такого решения или с момента указанного съездом. Поскольку у нас были такие случаи, когда региональный президент говорит, у нас уже сформирован бюджет и мы как-то буквально несколько месяцев назад мы пристали перед фактом. По-моему, такая нормальная, соответствующая положением закона и универсальная формулировка, которая позволит сразу инкорпорировать решение съезда уже в размер взносов региональной адвокатской палаты. Следующий. Это вопрос о смете доходов и расходов. Направления сметы остаются те же. База для вычисления доходной части. Размер отчислений 200 рублей мы уже проголосовали с каждого адвоката. И из расчета 73 тысячи адвокатов. Это больше, чем есть в настоящий момент. Но мы просмотрели ту динамику, которая была за последние два года и взяли ту среднюю цифру, которую мы предполагаем, что она будет в середине будущего нашего периода, на который мы формируем смету. Основные направления расходной части остались те же, которые и были в отчетном периоде. То, что сейчас мы рассмотрели, это расходы по организации адвокатуры и содействию профессиональной деятельности, состоящей из координации деятельности адвокатских палат. Это проведение съездов, конференций, советов, церемоний награждения, заседаний различных комитетов. Я, может быть, не буду озвучивать цифру, в раздатках у вас есть. Хотя могу и сказать, общие расходы по этой строке это 152 670, опять же говоря, это в тысячах рублях. Если нужно понимание года, то делим на два. Под статья, это координация деятельности, которая сейчас обозначила, это 40 070, расходы по изготовлению корпоративной продукции 4100, обеспечение высокого уровня оказывания юридической помощи, это обучение адвокатов, руководителях адвокатских образований палат, повышение квалификации, проведение обучающих семинаров. Это 20 000. Научно-исследовательская, методическая, законотворческая работа, в том числе деятельность научно-консультизативного совета и экспертно-методологического совета Федеральной палаты. 12 100. Работа со СМИ, в том числе содержание адвокатской газеты. Я уже сказал, что мы планируем попытки выводения на самоокупаемость предпринимать в будущем периоде. И в эту же статью входит проведение брифингов, пресс-конференций, поддержка адвокатских изданий. Это и вестник адвокатской палаты 38 200. И издательская деятельность, это отдельно, это книги и учебные пособия, которые заказывает и печатает Федеральная палата, 7 000. Представление интересов Федеральной палаты в международных организациях, это как членство выезда и приема делегаций в России 21 500. И те же расходные обязательства, вернее, расходные строки, которые были, которые мы чуть-чуть повысили на предполагаемый размер инфляции и рост цен. Это услуги связи интернет-2650, поддержка информационных правовых баз данных 1 750, программное обеспечение, это антивирусы, бухгалтерские программы 1 400, комиссии банка 300, констовары, расходные материалы 2 500, почтово-телеграфные расходы 1 100. В том же размере остается у нас содержание помещений, это арендная плата и ремонт. Затем расходы на предприятие обслуживания основных средств 6 800 практически в тех же размерах. И здесь я уже сказал, что содержательно они будут немножко отличаться, если раньше это было больше мебель, в связи с переездом, сейчас это будет оргтехника и компьютерная техника. Содержание сотрудников палаты 58 900 немного отличается в сторону увеличения от расходов в отчетном периоде, не за счет увеличения, просто сейчас мы несколько иной принцип делаем в формировании сметы. Если у нас оплата по проектам, допустим, проведение церемонии награждения, там в том числе была и заработная плата тех лиц, которые мы привлекали, то теперь мы ее переносим в чисто заработную плату, то есть все, что выплачивается физлицам по ведомости, оно как раз будет вот в этой четвертой строчке. Содержание сотрудников палаты 58 900 незначительное увеличение планируем, применяли фонд практически в том же размере 7 500, доп. выплаты единовременного характера 1 000, налоги и страховые взносы чуть выросли в связи с удничением фонда оплаты труда 31 970 и прочие непредвиденные 2 000. Вот такая смета предполагается. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Если вопросов нет или выступлений, готов поставить на голосование. Кто за предложение об утверждении сметы доходов и расходов Федеральной палаты адвокатов на 2017 и 2018 годы? Кто за? Прошу голосовать. Большинство подавляющее. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Воздержался тоже нет. Так, седьмой и восьмой вопрос повестки мы осилили. Вопрос девятый. О внесении изменений и дополнений в Устав Федеральной палаты адвокатов. Практически год мы занимались этим вопросом, изменили редакцию из... Два направления изменения. Первое – это инкорпорирование в текст законодательных изменений, которые произошли. Ну, прежде всего, это закон об адвокатской деятельности в адвокатуре Российской Федерации. В том числе, это появление новых органов. Это комиссии по этике и стандартам, правил ее формирования. И включили также полномочия, соответственно, Совета и Съезда в предложение кандидатур и формирование этих органов. Также, может быть, с большей подробностью у нас описан научно-консульсативный совет. И добавили новые органы. Это статья 41. Общественно-консульсативный совет, функция которого – более плотное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества. В раздатке все эти документы у вас есть. Ну, могу сказать, что мы уже редакцию эту представляли в орган, в котором оригинальное управление, главное управление Министерства юстиции. Текст просмотрен, каких-то нареканий серьезных он не вызвал. Были там мелкие моменты, мы их поправили. По-моему, у нас такая достаточно хорошая перспектива в том, что в этой редакции устав будет зарегистрирован. Если по внесенным по тексту новеллам есть какие-то вопросы, я готов ответить. Ну, и также готов поставить этот вопрос на голосование об утверждении устава в предлагаемой вам редакции. Кто за предложение утвердить устав в предложенной редакции? Кто за? Прошу голосовать. Спасибо. Прошу опустить. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Принято единогласно. Спасибо. Переходим к 10-му вопросу об утверждении стандарта осуществления адвоката на защиту в уголовном суде производстве. Юрий Сергеевич, прошу. Уважаемые коллеги, о стандартах несколько слов. Мы специально как-то достаточно давно начали предметно обсуждать те проекты, которые наши коллеги готовили в комиссии по этике и стандартам для того, чтобы почувствовать, что же адвокатское сообщество по этому поводу думает. Потому что для адвокатского сообщества вообще-то ситуация абсолютно новая. И несмотря на то, что в других юрисдикциях такого рода институты, как стандарты, той либо иной юридической деятельности существуют, для нас это абсолютная новелла, это идеологически даже было удивительно, как это и так. Но это была потребность времени. И нас даже вот в каком-то смысле Господь Богу берег то, что мы начали обсуждать и готовить этот документ не после того, когда что-то с нами случилось, а перед тем, когда с нами что-то могло случиться. Ну, один из примеров таких, он может быть не самый болезненный, который мог бы быть по последствиям, но он яркий, потому что он известный и так далее. На съезде судей вот в конце, по результатам 2016 года, в марте этого года выступал председатель Вологодского областного суда господин Шепель, рассказал о том, что адвокаты по назначению бездельники, ничего не делают, не являются, если являются, подписывают только бумажку и уходят. И пора с этим безобразием заканчивать, надо немедленно вводить Институт государственных защитников, если мы платим бюджетные деньги, то почему должны быть адвокаты, придут лучше честные, искренние, настоящие государственные защитники, и пускай они получат эти бюджетные деньги. Ну, эту ситуацию отдельную мы сумели замять, мы специально, Евгений Васильевич нарушил свои планы, поехал на конференцию в Вологодскую область, договорились о встрече с председателем суда, в общем-то, он признался в том, что не это имел в виду, когда выдвигал такую идею. Но господин Шепель в этом смысле, он яркий был представитель этой идеи, но эти идеи достаточно давно бродят, на самом деле, в кое-каких местах, и понятно, что под разным предлогом нас пытаются объявить людьми, которые не исполняют свой профессиональный долг. Поэтому, хотя бы по этой причине, нам нужно было принять эти стандарты. И я должен сказать большое спасибо, искреннее спасибо Дмитрию Николаевичу Талантову, который совершенно с такой большой самоотдачей больше года занимался над этим проектом, работал над этим документом. И он со свойственной ему энергией и такой нетерпимостью, конечно же, попытался в этот документ вложить максимум из того, что можно было бы возможно вложить, даже забегая на десятилетия вперед. И совершенно естественно, что адвокатское сообщество оказалось не вполне готовым к этим революционным идеям. Были же даже такого рода шутки, по-моему, сам Дмитрий Николаевич эту шутку придумал, о том, что он написал инструкцию по использованию адвоката. И, тем не менее, этот его труд, эта его работа, она была не бесполезна, потому что, отталкиваясь от его наработок, потом несколько групп людей, наших коллег, включились в эту работу. Воронежская областная палата адвокатов, Николай Дмитриевич Рогачев вместе с Геннадием Константиновичем Шаровым, потом Костромичи нас удивили. Мы их попросили прочитать, а они взяли и написали. А, как в том анекдоте, их послали подсматривать, они стали подслушивать. Тем не менее, это о чем говорит? Это говорит о том, что был действительно такой искренний интерес к этому новшеству, к этой новелле, которой никогда еще адвокатуры не было. И в результате мы создали с вами согласительную комиссию. Состав этой согласительной комиссии известен. И пришли к умозаключению, что, наверное, нужно поискать компромиссный вариант, который бы, который бы, наверное, был приемлем для большинства наших коллег. Понятно, что и он неприемлем исключительно для всех, потому что даже сегодня я уже с одной коллегой обсуждал текст стандарта, который выносится на голосование. Несмотря на то, что он обсуждал, что уже 128 раз, 129 раз переписывался и так далее и тому подобное. И даже на совете вчера мы вносили в этот стандарт две правки по настоянию наших уважаемых коллег. Николай Дмитриевич Рогачева, который, к сожалению, приболел, передает, кстати, всем привет, не смог сегодня быть, и по настоянию Генрия Марковича Резника. Я, конечно же, оценил и ту, и другую поправку, как стоящую на грани фола, в том смысле, что Николай Дмитриевич повышает стандарты чуть больше, чем нам бы хотелось, а Генрия Маркович понижает, несмотря на все обыкновения, которые он нам демонстрировал, стандарты, тоже на грани фола. Но меня успокаивает одно, то, что мы идеальные документы все равно не смогли бы сделать, а мы сделали максимум возможного, что мы смогли сделать. И, наверное, комиссия по этике и стандартам должна в ближайшее время будет ответить на те вопросы, которые обсуждали в ходе дискуссии. Напоминаю, мы договорились все нестандартные ситуации стандартом не называть. И потом решениями, разъяснениями комиссии и решениями совета мы докрутим все вот эти вещи, которые нас действительно волнуют. И на сегодняшний день они все еще встречаются в практике, вызывая конфликты. Я, честно говоря, не знаю, есть ли смысл постатейно как-то обсуждать, еще текст этот видеть, выводить на экран. У меня такое ощущение, что мы все-таки в некотором едином порыве готовы, наверное, его сегодня утвердить. Если я ошибаюсь, то это сейчас голосование продемонстрирует. Если не ошибаюсь, то оно продемонстрирует обратное. Поэтому текст стандарта есть у всех, он был разослан всем. Вчера на совете утвержден с маленькими двумя дополнениями. И я полагаю, возможным поставить это на голосование. Кто за, прошу голосовать. Спасибо. Вижу большинство. Кто против? Воздержал. Против. Раз, два, три человека. Спасибо. Вы против или за? Я не понял. Три пока вижу. Три человека против. Кто воздержался? Таковых нет. спасибо. Переходим к следующему вопросу о внесении изменений и дополнений в кодекс профессиональной этики адвокатов. Уважаемые коллеги, тоже интересный вопрос. Не менее интересный, чем стандарты. Может быть, даже в некоторых местах более, чем стандарты. Он интересен. Начну с истории вопроса, если вы позволите. Так получилось, что с российский съезд адвокатов практически каждый съезд правит кодекс профессиональной этики. И, честно говоря, хотелось бы уже когда-то остановиться. Но в этот раз мы не могли пройти мимо правки кодекса профессиональной этики по той простой причине, что законодатель изменил порядок формирования комиссии по этике стандартам. И уже в связи с этим мы должны были менять кодекс. Когда возникла эта необходимость и стало понятно, что это все равно придется делать, мы, тем не менее, понимая, чтобы два раза не вставать, обратились через сайт Федеральной палаты адвокатов на советах неоднократно с призывом не только к президентам региональных палат, но и к адвокатскому сообществу с тем, чтобы они откликнулись с какими-то идеями, предложениями, замечаниями на действующую редакцию. И мы решили все это обобщить. Докладывалось это несколько раз. Действительно, это обсуждалось не так долго, как обсуждались стандарты, по понятным причинам вполне естественным. И более того, текст поправок в кодекс был проголосован в Екатеринбурге 17 февраля на совете и принят за основу. Мы договорились тогда-там, ввиду имевшихся неких разногласий, внимательно обсудить редакцию 9-й и 25-й статьи кодекса с тем, чтобы уже к съезду и по ним не было разногласий. Поэтому я бы сегодня, с вашего позволения, остановился, может быть, только на двух действительно статьях этого кодекса. Это 9-й и 25-й. Что касается 9-й статьи, наверное, вся идеологическая дискуссия или борьба вокруг этой статьи, она связана с авторитетом адвокатуры и необходимостью защитить авторитет адвокатуры от посягательств. Я вчера по этому поводу на совете выступал, постараюсь сильно не повторяться, но я скажу следующее. К сожалению, большому так получилось, что на 15-м году существования нашего закона и Совета Федеральной Палаты Адвокатов некоторые наши коллеги, которые позволяли себе недопустимое, абсолютно недопустимое, стали героями нашего времени. И о них говорили как о защитниках свободы слова, как о людях, которые готовы пострадать за свободу слова, ну и всякие прочие благоглопости. Я, выступая на конференции Московской областной палаты адвокатов, привел такой пример, сейчас у меня вспомнился. Вот если ты мужчина и женат на женщине и начинаешь ходить по белу свету на конференциях под телекамерой рассказывать, что она негодяйка, не так одевается, не так лежит, не так стоит, так а зачем же тогда тебе с ней быть, проще расстаться? Но одновременно жить с ней и ходить из трибуны рассказывать о том, что она не такова и его недостойна, красавца, ну совсем невозможно. И вот этот маятник, я вчера приводил этот пример вседозволенности, вседозволенности, он качнулся, по-моему, слишком далеко. Настолько далеко, что нам уже, наверное, можно начинать стесняться того, что мы состоим в адвокатуре, которая насквозь коррумпирована, срослась с правоохранительными органами и так далее и тому подобное. И людям почему-то даже в голову не приходит мысль о том, что вот эти все наши жалобы на низкую обращаемость к адвокатам, на то, что нам не доверяют, они, наверное, с этим ведь тоже связаны. Наверное, ведь тоже с этим связаны, когда человек изнутри, находящийся в нашей профессии, выходит на трибуны и рассказывает абсолютные глупости о нас, несоответствующей действительности, унижающие наши достоинства, деловую репутацию и так далее. Наверное, же общее отношение к адвокатуре от этого в стране не улучшится, правильно ли? И, наверное, настала пора вот этот маятник вседозволенности толкать в обратную сторону, для того, чтобы обозначить границы и берега, что можно членам нашей корпорации, а что нельзя. При этом мы совершенно четко понимаем, что мы не можем покушаться на критику, которая является основой нашей внутрикорпоративной демократии, что любая критика, которая высказывается внутри нашего сообщества в допустимых формах, направленная на защиту наших интересов, на развитие корпорации, она должна приветствоваться. Но мы, наверное, не можем себе позволить вот так обращаться с нами, как некоторые с нами обращаются, а некоторые, к сожалению, то есть, к счастью, немногие этому радуются. Добро должно быть с кулаками. И поэтому авторитет адвокатуры та ценность, ради которой нам нужно будет сегодня встать всем плечом к плечу. Что касается 25-й статьи, здесь история, может быть, чуть более, менее патетичная, но более сложная. Дело в том, что сложилась практика, когда суды, как правило, не вмешиваются в оценку тех обстоятельств дела, в связи с которыми адвокат подвергнут дисциплинарному взысканию. По этому поводу у нас были жаркие споры. Я помню, это еще, как только федеральная палата адвокатов становилась на ноги, об этом много дискутировалось, что есть правильно, что есть нет. Но сегодня, вот в этих условиях, когда нас безнаказанно троллят, суд продемонстрировал, что он лучше понимает, что для адвокатов с точки зрения этики допустим, а что нет. Что само по себе, наверное, не очень верно. И я думаю, что российская адвокатура настолько зрелый и достойный орган, что она, наверное, в состоянии сама определить эти границы и принципы, по которым адвокаты должны подвергаться дисциплинарной ответственности. Кстати, цифры, которые сегодня приводились, они об этом свидетельствуют. Больше 10 тысяч было возбужденных дисциплинарных производств и 5 900 закончились вынесением решения дисциплинарного взыскания. Это о чем говорит? О том, что органы адвокатского самоуправления, они не обыкак относятся ко всем этим процедурам, что они внимательно рассматривают обстоятельства дела, выясняют, что и как. И на этом фоне очень часто звучат слова о том, что президенты обязательно начнут злоупотреблять, мы должны защитить адвокатов от президентов. Для меня это вообще какая-то глупость, для меня это какой-то нонсенс. Я знаю, что адвокатов нужно защищать от произвола государственных органов, их нужно защищать от той нищеты, в которой они, к сожалению, сейчас функционируют, исполняя свой долг по назначению. Я не уверен, что президенты региональных палат, причем не только президенты, а это же совет, я прошу прощения, это же квалифкомиссия, это же как правило, как правило, лучшие люди вашего города, что от лучших людей вашего города нужно обязательно защищать адвокатов. Наверное, бывают такие казусы, и, наверное, можно найти пример один, другой и третий, но это лишь исключение, которое подтверждает правило, органы адвокатского самоуправления не для того созданы, финансируются, кстати, адвокатами, чтобы адвокатов от них защищать. И та презумпция добросовестности, которая существует и насаждается нами в коллег-комиссиях по отношению к адвокату, что мы должны исходить из того, что адвокат всегда невиновен, пока не доказано обратное, почему-то дает сбой, когда мы говорим об адвокатах, находящихся в органах адвокатского самоуправления. Вот если он адвокат, то он, конечно, заранее нам предполагается как человек неувинованный. И слава Богу, наверное. А вот как только вы избрали в совет региональной палаты либо в коллег-комиссию, так он уже обязательно мерзавец, который тут же начнет злоупотреблять правом. И я думаю, что у нас есть основания и исторический опыт, и опыт других сравнимых с нами профессиональных сообществ. У нас есть основания для того, чтобы предложить съезду именно такую редакцию, смысл которой сводится примерно к следующему. только решение о лишении статуса обжалуется в суд и по основаниям процедурным. Я считаю, что мы имеем право на то, чтобы самим определять, что для нас важно, что для нас ценно и чем мы дорожим. риски, которые с этим связаны, нам понятны. На совете мы вчера это подробно обсуждали. Более того, и до совета обсуждали 129 раз, потому что люди не безразличные и не самые глупые предлагали вашему вниманию эти поправки. Но мы считаем, что это та ситуация, когда нужно попробовать. Нужно попробовать. и если не получится, будем искать другие решения. Но авторитет адвокатуры, ее самость, они достойны того, чтобы мы к этому отнеслись с вами серьезно. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о предлагаемых изменениях в редакции кодекса. Есть еще одно новшество, оно, на мой взгляд, не столь существенно. Право Совета региональной палаты и даже обязанность не только права, каждый раз принимая решение о лишении статуса нашего коллеги, в решении записывать срок, через который он имеет право претендовать на сдачу экзамена вновь. Сейчас действует срок три года, некоторые коллеги считают, что это вообще должно быть бессрочным, но мы с Николаем Матвеевичем это дискутировали, совершенно справедливо заметил, что есть для примера уголовный кодекс, его наказание, степень тяжести она разнится, поэтому мы предлагаем от года до пяти. Вот ежели коллега, который, условно говоря, оступился, нельзя не отреагировать, так пускай он через год опять попробует пройти через это сито, экзамены, взносы первого года и так далее. А если вы совсем не хотите видеть, ну пускай это будет пять лет, если он через пять лет сумеет вернуться в профессию, ну наверное уж сумеет. и было такое предложение о том, что будет расценено как повод для коррупционных проявлений. Мне кажется, что любое решение Совета региональной палаты может быть расценено как повод для коррупционных проявлений. А если вы боитесь, чтобы о вас плохо не подумали, так назначайте всем одинаковый срок. Три года и три месяца. У меня все, спасибо. Кто хотел бы по поправкам в кодекс высказаться. Уважаемые коллеги, уважаемый съезд, я просил бы вас выслушать позицию, которую хотел бы озвучить. В частности, я принципиально возражаю против новеллы, изложенной в части пятой или в пункте пятом статьи девятой кодекса профессиональной этики адвоката. У каждого есть кодекс, у каждого есть проект поправок. Полагаю, что безмерное расширение адвокатской ответственности за рамками профессиональной деятельности в настоящее время недопустимо при любых обстоятельствах и событиях происшедших или которых мы опасаемся, что произойдут в адвокатском сообществе. Поэтому просил бы вас проголосовать в этих поправках против включения данной нормы. С ней же связаны положения изложенные в поправках в статьях в пунктах 11.13 статьи 20-й, в пункте 16-м статьи 23-й и в пункте 17-м статьи 24-й кодекса профессиональной этики адвоката, где говорится, что адвокат может отвечать в дисциплинарном порядке и за те случаи, когда он не находится при исполнении профессиональных обязанностей. В связи с чем я выскажу собственное предположение о возможности в таком случае переименования кодекса профессиональной этики адвоката в кодекс ну допустим просто этики адвоката, поскольку профессиональные составляющие в этом названии уходят на второй план, уступая место другим обстоятельствам, которые излагаются в поправках. Мирнов Олег Валерьевич прошу президент адвокатской палаты Иркутской области Уважаемые коллеги, в целом оценивая работу проделанную советом федеральной палаты по приложенным изменениям в кодекс профэтики надо сказать, что этот документ хороший, взвешенный, там много новых интересных позиций и когда мы получили эти предложения, мы также в своей адвокатской палате организовали их обсуждение не только в совете в квалификационной комиссии, но разместили на сайте и что удивительно получили достаточно много отзывов. Отзывы, как я примерно сказал, заключаются в том, что в целом документ хороший и нужный, но три позиции все-таки вызывают вопросы и эту позицию я считаю необходимым довести до вашего сведения. По статье 9 кодекса профессиональной этики действительно защищать авторитет адвокатуры это бесспорно нужно и важно возражения по внесению изменений в этой статье носят по сути утилитарный характер. Надо понимать, что мы все работаем в органах, которые рассматривают дисциплинарные производства и надо понимать, что изменив кодекс в этой части мы откроем некий ящик Пандоры и мы получим массу дел, которых у нас раньше не было. И статистика будет может быть уже не 10 тысяч дисциплинарных производств в год, а может быть и 15 и 20. Приведу простой пример. Примерно год назад мы получили обращение от одного из заместителей и руководителей Федерального Следственного Комитета генерала. Суть обращения заключалась в том, что у вас есть адвокат в Иркутске, он ведет блог, в этом блоге он нехорошо пишет про президента, про правительство, про судебную власть, примите меры. Мы генерала, конечно, уважили, дисциплинарное производство возбудили, но когда рассматривали это дисциплинарное производство по существу, то мы совершенно спокойно и на квалифкомиссии, и на совете приняли решение о том, что в действиях адвоката нет состава проступка, поскольку эти действия не касаются профессиональных обязанностей. Поэтому у нас есть четкое ощущение, что приняв эту норму, мы будем рассматривать все, от политических убеждений адвокатов до, извините их, фактов супружеской неверности. Это бы не хотелось просто делать. Вторая позиция, которая тоже вызывала сомнения, это статья 18 Кодекса профэтики, где было предложение установить срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности до двух лет. Не вполне понятно, зачем это делается, потому что тот срок, который существует, годичный, он вполне достаточен. И если в течение года никто не вспомнил, что адвокат что-то нарушил, а любой адвокат может что-то нарушить, работая по делу, ну и хорошо, значит, такая удача у адвоката, и зачем ухудшать его положение и продлевать этот срок на еще один год. И третья позиция, по которой есть возражения, это вот как раз статья 25-я. Дело в том, когда адвокаты оспаривают решение, в том числе прекращение статуса. И есть четкое понимание, что при рассмотрении дел данной категории, конечно же, суд не будет ограничиваться только рассмотрением вопроса, собственно, соблюдения процедуры. Ясно, что будет рассматриваться вопрос и наличия нарушения, ясно, что будет рассматриваться вопрос и виновности адвоката. От этого никуда не уйдем, и изменениями в кодекс мы в этой части совершенно не заходимся. Еще будут выступающие? Прошу. Марина Николаевна. Нет. Нет, 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 к микрофону. Если кто еще хочет выступить, прошу подтягиваться уже к микрофону. Чтобы меня видели, чтобы я стояла ко всем лицам. Я просто, честно говорю, не собиралась выступать, но послушав выступление коллег, я просто возмущена. Мы хотим, чтобы нас уважали, но в профессии. То есть в профессии мы асы, мы хороши, но в быту мы можем делать что угодно. Никто не говорит, что будут проверять, кто с кем спит, и на каком боку. Но когда, извините, у меня есть адвокат, который с 14-го года, с мая, пишет мне всякие гадости, смс-ки в отношении моих коллег, в отношении моей семьи, в отношении товарищей, и причем не просто нелицеприятные высказывания, а, извините, нецензурные выражения, вы считаете, это нормально? Вот такие ситуации, когда возникают, с такими ситуациями надо бороться. Когда у нас, допустим, вот периферия у нас в районах, адвокаты, извините, пьяные из-за руля выпадают, их лишают прав, они ездят без прав, продолжают выпадать из-за руля. Это что, добавляет авторитет адвокатуре? Не надо забывать, что у нас есть не только, так сказать, нарушения в быту, но самое основное у нас то, что это должно подрывать авторитет адвокатуры. Поэтому я предлагаю эти поправки голосовать за. Спасибо, Мария Калановна. Еще выступление. Владимир Васильевич, с большим удовольствием и внимаем. Владимир Васильевич, для нас большое удовольствие, то, что вы приехали на съезд. Спасибо. Прошу аплодисменты Владимиру Васильевичу и Калитвину. Чтобы не просить два раза слова, можно я вначале по обсуждаем вопросу, а потом еще два слова по другим вопросам. Ну, первое. Я... Да, не нужен? Ну, спасибо. Я давно не встречался с коллегами. Случилось так, что вот последние два года я как-то отстранился от общеколлегиальной адвокатской деятельности. И теперь вот сегодня приехал, мне вспомнились слова, известные того романса. Я встретил вас, и все былое. Действительно, все былое вспомнилось сразу в памяти моей ожило. Спасибо. Я надеюсь, может быть, на последнем съезде я присутствую. Говорят, не говорят, на последнем, на крайнем, да? А может быть и нет. Если пригласите, приеду я на следующий съезд. Мы вас всегда рады видеть. Спасибо. Это первое. Второе. Что касается теперь поправок. Марин, ну вот вы помните, много лет назад, 10, а может быть больше, когда мы обсуждали только кодекс профессиональной этики, я постоянно высказывал мысль о том, что адвокат, не только адвокат является, когда он участвует в процессе или иных каких-то профессиональных процедурах. Адвокат всегда адвокат, даже когда он дома спит и прочее, прочее. Он 24 часа в сутки адвокат. И поэтому совершенно правильно ставится вопрос о том, что все-таки в этой части нужно ужесточить ответственность адвокатов, не только за чисто профессиональную деятельность, но и другие действия, которые несовместимы с понятием порядочного человека, к которому, я думаю, относится адвокат. И теперь, что касается этой части, вторая позиция, что касается судебного обжалования. Юрий Сергеевич, всячески поддерживаю о том, чтобы эта статья сохранилась, но, но, меня сейчас Олег Владимирович убеждал, что я неправильно немножко понимаю. Вы сказали о том, что судебному обжалованию подлежит только решению о прекращении статуса по процедурным вопросам. Я согласен по процедурным вопросам, только по процедурным вопросам, но почему только лишение статуса. Оставьте все, любое решение, в том числе дисциплинарного привлечения к любой дисциплинарной ответственности, но по процедурным вопросам. Я привел сейчас пример. Совет рассмотрел дело и объявил выговор, когда президент не возбуждал дисциплинарное дело. Процедурный вопрос, чисто процедурный. В суд можно идти? Нужно. Поэтому ничего не меняется, но мы немножечко отдаем вот возможность такого решения. Ну и, пожалуй, спасибо. И, пожалуй, еще один вопрос, можно, не связанный с этим, этой проблемой. Коллеги, я не знаю, как в других палатах, у нас в палате давно ряд адвокатских подразделений арендует помещения у муниципальной собственности, помещениях муниципальных образований. Я давно говорил, высказывал, просил, Евгений Васильевич помнит о том, но почему в законе о нотариате есть статья одиннадцатая, которая предусматривает о том, что нотариусы, арендующие это помещение, имеют право выкупа вне конкурса. Есть закон о поддержке малого и среднего бизнеса, который позволяет, если арендуют в течение трех лет, то они тоже вне конкурса. Но мы попытались, говорят, нет, адвокатура к этой категории не относится. Согласились, действительно не относится. Мы взяли и придумали один ход конем. Отдали все эти помещения малому бизнесу с тем, чтобы этот малый бизнес выкупил через три года эти помещения, а мы их забрали. Опять беда. В этом году не продлили действия этого закона. И теперь мы остались вот на распутье. Поэтому, Юрий Сергеевич, ну неужели нельзя уговорить депутатов хотя бы одного, хотя бы одного, который бы внес либо продлить это действие этого закона, либо внести, ведь это финансово никакой обременения для государства совершенно нет. Более того, наверное, пользу финансовую получит бюджет. Мы попытались сами выкупить, но налетели несколько сразу участников и думают, ага, там адвокаты, я это помещение выкуплю и с них буду получать соответствующие денежные платежи. Но неужели, чем мы хуже нотариусов-то? Спасибо. Взяли на заметку, будем работать. Вот я бы попросил съезд прямо поручить Совету Федеральной Палаты этот вопрос как-то обсудить. Это же, я думаю, что это просто никто не занимается. Я думаю, сложно. Толчеев Михаил Николаевич, адвокатская палата Московской областью. И коллеги, большое спасибо вам. Последний доктор. Поступило предложение подвести черту под обсуждением, но Михаил Николаевич уже вышел. Да, коллеги, добрый день, кого не видел. Я хочу обратить внимание, что за последние 150 лет в адвокатуре вот этот вопрос авторитета адвокатуры не претерпел каких-либо серьезных изменений. Все наши предшественники и до революции, и советская адвокатура все считали, что мы обязаны защищать интерес авторитета адвокатуры. Это обязанность каждого адвоката, который он получает, принимая вот этот статус, получая статус. Неужели мы не знаем, что авторитет адвокатуры для суда не является ценностью, к сожалению, вот когда не является самостоятельной ценностью, которую нужно защищать. Вот когда они пишут нам, совет судей Тверской области, например, накажите адвоката, он написал президенту, рассказывая о том, как мы здесь, это внепродукциональное обращение, и он нарушил авторитет судебной власти, это для них, конечно, аргумент. Но то, что адвокат бездумно говорит, выступает, что-то, авторитет адвокатуры умоляя, для суда это не аргумент. И это, здесь речь, конечно же, не идет о защите чести и достоинстве, клевете и так далее. Мы все с вами адвокаты, мы знаем, какие маркеры надо вставить в свое выступление, чтобы нельзя было привлечь вот по этим, в соответствии с этими нормами. И еще хочу обратить внимание, в том числе, все эти обстоятельства, или сходные с ними, рассматривались европейским судом. Европейский суд сказал, что вы, если речь не идет о критике именно о фактах, которые вы говорите, или их оценке, если это не оценочные суждения, а выражение негативного мнения, сходного с оскорблением и так далее, то у человека, у адвоката должна быть достаточная фактологическая основа. Критикуйте, конечно, это наша работа критиковать, но бездумно просто поливать всех, сказать, что все адвокаты, или там 90%, чтобы не привлекли к ответственности, 90% адвокатов зависимой от следствия и полностью управляемой, это недопустимо, потому что это отражается на каждом из нас. Нас конференция тоже уполномочила на это, наши адвокаты сказали, нельзя плевать в свое же сообщество, на конференции сказали, и приняли единогласно это. Мы уже все доводы высказали, мы уже все доводы высказали, они есть, если есть у кого-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы сейчас с Александром Орловым готовим большую подборку по Конституционному суду, по Европейскому суду, где все эти моменты изложены. Я готов вам ответить, все ссылки дать и так далее. Спасибо большое, Николай Товальевич. Коллеги, полагаю, что позиции понятны, их нужно разрешить уже голосованием, тем более поступило предложение подвести черту. У меня предложение по голосованию два варианта. Один короткий путь, ставим те поправки, которые у нас в раздатке, и если он не проходит, тогда мы выходим на путь длинный, за основу, и по каждой поправке, какая у нас там была обозначена девятая, пятнадцатая, двадцать пятая статья. А, и восемнадцатая, да. Ну, посидим, поголосуем, да. Первый ставлю, да, как и в повестке, да, так, вопрос, счетная комиссия, прошу приступить к работе. Да, я прошу приготовиться. Кто за предложенные поправки, проголосовать их списком, те, которые у вас находятся в раздатке без разбивки на статьи, прошу голосовать. Кто за, прошу проднять бюллетени. А вы разбейтесь по рядам. Вот вы отсеки. Ну, я сейчас вижу большинство, давайте, подсчитайте. Прошу опустить. Кто против? Считайте, кто против, будет легче. Тринадцать, я вижу. Я посчитал тринадцать. Кто против, еще раз поднимите. Четырнадцать. Четырнадцать. Четырнадцать при, четырнадцати против. А, стоп, кто воздержался? Семьдесят за, восемьдесят, четырнадцать против, воздержался ни одного. Принято решение. Прошу. Коллеги, коллеги, я не мог не попроситься у председательства, чтобы не выйти на трибуну и не сказать несколько слов в связи с состоявшимся голосованием. во-первых, мне приятно, что все-таки большинство наших коллег свою корпорацию уважает, любит и желает ей хорошего. Я, конечно, не могу сказать обратного о тех, кто проголосовал против, но мне, честно говоря, очень удивительно, когда вот есть какое-нибудь здоровое сообщество, да, и, по-моему, все члены этого сообщества должны на самом деле беспокоиться о приоритете интересов этого сообщества. Это, по-моему, настолько нормально, это начиная от муравьев, заканчивая китами. Адвокаты где-то находятся посрединке. И для меня удивительно до сих пор, правда, почему некоторые наши коллеги считают, что сдать наши интересы суду это хорошее дело. Почему некоторые наши коллеги считают, что судьи порядочнее, честнее, принципиальнее и умнее, чем мы. Право слова вот этого понять никогда не смогу. И, конечно же, я бы попросил тех коллег, которые проголосовали против, если они имеют в виду только 25-ю статью, потому что, может быть, кто-то возражал против какой-нибудь там 15-й, а 25-я статья у него не вызывала наоборот противления. По поводу дискуссии состоявшейся, там тоже есть какие-то вещи, на которые можно было бы не обращать внимания, но как-то неудобно не обращать внимания на некоторые вещи. Вот вышел коллега, дай ему Бог здоровья, продлит Аллах его дни, он говорит, представляете, нам генерал из Следственного комитета написал письмо, мол, адвокат о политике в блоге пишет и требует призвать его к ответу, так мы же сейчас захлебнемся, говорит нам коллега, как будто бы откровение такое, знаете, небесное. А вот коллега не понимает, что блоги о политике это к авторитету адвокатур никакого отношения не имеют. Я не знаю точной цифры, но мне, как президенту Федеральной Палаты адвокатов, ежемесячно по 5-7 заявлений обращений с просьбой возбудить дисциплинарное производство в связи с появившимися у меня полномочиями, обращают, нет. Генерал вообще не субъект, подсказывают мне коллеги. А как вы Палатой руководите? Ну мне это простительно, я никогда региональной Палатой не руководил. Генерал не субъект. А вы приходите с этим на сцену и пугаете нас этим. Так вот, коллеги, ко мне ежемесячно до 10 обращений, чтобы я то там возбудился, то сям возбудился и так далее. Я пишу у меня в исключительных случаях и этот случай исключительно не считаю. И мир не рухнул, и земля крутится дальше. Поэтому в любом случае вам, коллеги, большое спасибо и всем тем, кто был за, и всем, кто был против. В любом случае адвокатура это то, ради чего мы живем, работаем и будем дальше дружить домами. Даже с теми, кто этого не хочет. Спасибо. Коллеги, итоговый вопрос о резолюциях и обращении 8-го Всероссийского съезда адвокатов. Что-то мы не проголосовали, Андрей Владимирович. Что мы не проголосовали? Первый вопрос был поставлен в целом за документ. Оказывается, подождите, Андрей Владимирович, можно я? Я, кажется, понял. Я, кажется, понял, в чем дело. Коллеги, многие думали, что это первое голосование за то, как голосовать. Пакет на ИЛИ. Оказывается, мы рано, оказывается, поздравляем друг друга. Есть же некоторые книгачи, ничего с ними не поделаешь. Вы знаете, кого я имею в виду. Таким образом, наверное, имеет смысл поставить на голосование повторно уже весь пакет. Я правильно понимаю? Ну, давайте... Коллеги, именно так я и ставил вопрос. Путь короткий. Голосуем весь пакет той редакции, которая есть. Если нужно переголосовать, давайте переголосуем. Но... Подождите, те, кто просит, посчитали 14. Киркетин. Представьтесь, минутку, коллеги. Представьтесь, кто еще сказал, предложение голосовать списком. Они никак голосовать, что предложение... Что за... И я так понял. И я так понял. И мы за это голосовали. Это два человека, которые там... Вы знаете, кто это, Светлана Игоревна. Двенадцатый вопрос о резолюциях и обращении 8-го Всероссийского съезда. Да, да, да. Ну, у нас и фонограмма, да. Прошу двенадцать вопросов. Ну, давайте мы переголосуем, в конце концов. Давайте переголосуем. Коллеги, давайте переголосуем. Еще раз. Еще раз голосуем по одиннадцатому вопросу. Попрошу внимания. Попрошу внимания. Одиннадцатый вопрос. Повестки о внесении изменений и дополнении в Кодекс профессиональной этики адвоката. Понятно, голосуем по какому-то по одиннадцатому. Предлагаю первый вопрос. Приголосовать пакетно за те поправки, которые есть у вас в раздатке. Если у нас этот вопрос не проходит, мы пойдем за длинный путь, берем за основу и идем по каждому уже предложению. Еще раз. Предложение. Сейчас голосуем. Пакетно все поправки. Если мы одобряем, мы одобряем ту редакцию, которая у вас в раздатках. Ставлю на голосование. Кто за? Прошу голосовать. Давайте, кто за. Подержите, пожалуйста, немножко руку, коллеги. Прошу опустить большинство голосов. Кто против? Кто против? Прошу поднять руки. Кто против принятия поправок? Бюллетень для голосования. Кто против поправок, которые находятся у вас в раздатках? Принятие его единым блоком. 74 на 10 решений принято по 11 вопросу. Переходим к 12. Хорошо. Кто воздержался? Хотя для меня, честно говоря, вопрос такой, что... А, есть три воздержавшихся. 71. Так, 71 за, 3 воздержался, 10 против. Решение принято. Все равно поздравляю. Спасибо. И все-таки 12 вопрос. О резолюциях. Вообще у нас Геннадий Константинович должен... Он готов. Ну можно я уж тут, чтобы в два раза не вставать? Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вы загодя получили проект резолюции и обращение съезда и готов несколько слов сказать. Вчера на совете опять-таки говорил, и многие коллеги об этом слышали, но, наверное, и в этой аудитории имеет смысл повториться. Что касается финансовых проблем наших. Понятно, маленькая ставка за один судодень, понятно долги, понятно отсутствие единой строки, защищенности и так далее. Но я уже рассказывал членам совета о том, что мы допекли все-таки Государственную Думу до того момента, что она готова отдельную строку в бюджете для нас обозначить. Другое дело, что у этой строки нет администратора, нет защитника, нет органа, который бы... И самое главное, у нас нет учета. Поэтому будем искать другой выход из этой ситуации и вместе с Министерством юстиции попытаемся что-то решить. У меня завтра в час дня встреча очередная в Министерстве финансов для того, чтобы разобраться с тем, как все-таки нам добиться того, чтобы долгов не было. Поэтому текст обращения мы примем, и он, наверное, будет нам несколько помогать во взаимоотношениях с органами государственного управления. Что касается... Это резолюция, да? Я правильно понимаю? Что касается резолюции по поводу принятия поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Первое, что мы должны сделать, это, наверное, действительно сказать спасибо президенту Российской Федерации, администрации президента и депутатам всех уровней в связи с тем замечательным шагом, который был сделан в сторону интересов адвокатуры. Но это не единственное, на что хотелось бы обратить внимание российских адвокатов и общественности. К большому сожалению, эти права наши могут оказаться очень краткосрочными. Дело в том, что я уже рассказывал об этом. Уже после того, когда эти поправки были приняты в первом чтении, в первом чтении, соответствующие правоохранительные органы проявили к ним повышенный интерес. Потому что это удар по их представлениям о добре и зле. А сейчас я примерно понимаю, что будет. К большому сожалению, если органы адвокатского самоуправления невнимательно отнесутся к тому, как будут реализовываться эти дополнительные полномочия, то их отменят просто в ближайшее время, в трех чтениях одновременно. Там ведь в чем опасность состоит? Мы требовали и просили на допуск в места лишения свободы без справки следователя, опираясь прежде всего на негативный опыт двух столиц. Москва прежде всего. А я ведь понимаю, что произойдет. Дело в том, что начиная буквально с завтрашнего дня, московские адвокаты, и не только московские, а те, которые приезжают в Москву подзаработать деньги, начнут ходить по следственным изоляторам в поисках клиента. И как вы думаете, система это потерпит? Нет, конечно. В регионах с этой ситуацией справились достаточно просто. Вот мне Андрей Иванович Сучков рассказывал, что когда у них появились первые ласточки, первых ласточек лишили статуса, и все перестали ходить по СИЗО и искать себе клиентов. И в этой связи очень высока ответственность, ну прежде всего наших московских коллег, за то, чтобы вот эти права не были отняты уже послезавтра. Более того, мы должны попросить адвокатов использовать те дополнительные иммунитеты, которые им эти поправки представляют, в тех правовых целях, ради которых это и принималось. Образно говоря, не для того, чтобы наркотики хранили в сейфе, и потом настаивали не проводить обыск в моем сейфе, пока не приедет полномочный представитель Совета Палаты. Поэтому мы обязаны предостеречь адвокатов, а я вас прошу, уважаемые коллеги, отнестись к этому серьезно, потому что от вас зависит, как наши коллеги воспользуются этими полномочиями. Проявите твердость, проявите принципиальность, проявите внимательность. И последняя резолюция, обращение, прошу прощения, об этом я хотел сказать особо. Опасение о том, что более жестокое или более широкое преследование адвокатов за умоление авторитета адвокатуры, оно, с одной стороны, мне кажется беспочвенным, а с другой стороны, все-таки мы живые люди. И когда я вам рассказывал о маятнике немножко раньше, я совершенно точно понимал, что мы должны набраться не только мужества толкнуть маятник в обратную сторону, но и набраться мужества остановить маятник там, где он должен остановиться. И для этого квалификационная комиссия в новом составе должна, начиная буквально с первого же дня, с первого же дня формировать более понятное и подробное отношение к этим поправкам в кодексе. Более того, кстати, я прошу прощения, не знаю, насколько это уместно, я хотел обратиться к вам с просьбой, но вы уже проголосовали, хотя еще не поздно. Может быть мы эти поправки в кодекс отсрочим вступление в законную силу там первым июня или первым сентября. Как вы думаете, коллеги, имеет смысл к этому обращаться или нет? Нет? Хорошо, услышал. Но мы должны обратиться к адвокатам и объяснить адвокатам, ради чего мы это все принимаем. Потому что, к большому сожалению, те наши коллеги, которые отрицательно относятся к тому решению, которое принял съезд, они чрезвычайно активны в том, чтобы объяснить миру, насколько плохи люди, сидящие в этом зале. А мы, люди, сидящие в этом зале, не должны постесняться объяснить, что мы добра желаем российской адвокатуре и что адвокаты, избранные в органы адвокатского самоуправления, ничем не хуже, чем адвокаты туда не избранные. И мы должны объяснить, что критику мы приветствуем. И мы будем ставить очень жесткие рамки преследованию адвокатов за то, за что их преследовать нельзя ни в коем случае. Поэтому вот эти три резолюции, они есть у вас. На совете они вчера обсуждались. Были некоторые точечные поправки, но мы договорились, что если и съезд примет их за основу, то мы в редакционной комиссии чуть позднее некоторые строчки поправим и набравим в соответствующие организации и в средства массовой информации. Есть ли вопросы по поводу резолюции и нашего обращения? Будем голосовать пакетом или по отдельности? Коллеги, голосуем пакетом с тем же подходом, как по одиннадцатому вопросу. Кто за две резолюции и одно обращение, которое у вас есть в раздаточном материале? Кто за? Прошу голосовать. Вижу, по-моему, было число. Прошу опустить. Кто против? Против нет. Кто воздержался? За три в раз. Можно зелененькую? Хорошо. Два человека воздержались. Принято большинством голосов. Спасибо. На этом съезд всю повестку исчерпал, закончил свою работу. Юрий Сергеевич. Пару слов в завершении съезда. И потом будет объявление. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Съезд прошел очень плодотворно. Съезд прошел красиво, энергично. И я вам благодарен за соучастие в хорошем смысле этого слова. Аплодисменты, пожалуйста. Я, конечно же, после съезда попрошу остаться вновь избранный совет и ревизионную комиссию в разных углах, наверное, этого зала. Я хочу предупредить о том, что у нас завтра очень важное и торжественное мероприятие. И просил бы всех приехать не позднее 18.30, потому что мы начнем в 18.30. Место то же самое, что и было в прошлом году. Это угол Нового Арбата и Новинского бульвара, второй этаж. Я хочу сказать о том, что у нас 16 мая в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Нового Совета Федеральной Палаты Адвокатов. И после этого 17-го многие из нас, не все, к сожалению, перетекут на конференцию, которая будет иметь место внутри правового форума, который проводится сейчас ежегодно. Что еще я должен сказать? Подскажите. Все. Коллеги, большое спасибо. Коллеги, большое спасибо. Членов Совета прошу остаться. Через 20 минут можно будет в той же зоне поужинать. А за 20 минут, я думаю, что мы успеем завершить решение с Советом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...